Государственная дума на пленарном заседании в этот вторник приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, которые смогут вскрывать автомобили и выставлять оцепление. Кроме того, на повестке дня у парламентариев был вопрос внесения поправок о выплатах по больничным листам. Перед началом очередного заседания руководитель партии Геннадий Зюганов напомнил всем присутствующим, что 9 декабря отмечается праздник День Героев Отечества. В этот день чествуют тех людей, кто ежедневно показывает пример служения обществу и своей стране. Герои Отечества сложили нашу тысячелетнюю державу. Именно герои одерживали победу в великих сражениях. Именно герои создавали великолепные художественные музыкальные произведения. Именно эти герои победили на фронтах Великой Отечественной, освободив планету от фашизма. После парламентарий вернулись к обсуждению повестки дня. Так, еще в середине мая правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут расширены полномочия полицейских. Проект предоставляет сотрудникам полиции право осматривать места происшествий, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в рамках проверки сообщений и заявлений о происшествии. Кроме того, правоохранители получают право оцеплять жилые помещения и другие объекты. Однако не все депутаты Думы поддержали этот законопроект. Поправки в закон о полиции мы не будем поддерживать, поскольку это ограничивает права граждан. И проще проникать в жилище, в машину, если там закрылся кто-то из подозреваемых, проверки, оцепление. Все это будет против граждан. Кроме того, законопроектам предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствии владельца полиция должна обеспечить сохранность транспортного средства. Ситуация, когда совершаются преступления в машине, более того, известно, когда удирают от полиции, потом блокируют двери. И полицейский, даже он правонарушитель, он нарушил либо правила дорожного движения, либо еще совершил какое-то преступление. А он не может вскрыть эту машину. Здесь мы считаем, что нормы нормальные. Другим вопросом стало внесение поправок, подготовленных представителями партии «Единая Россия». О введении со следующего года по всей стране прямых выплат по больничным листам. Напомним, что сейчас больничный лист оплачивает работодатель. И после перерасчетов с фондом социального страхования ему эти деньги возвращаются. При этом с 2011 года идет эксперимент по прямым выплатам, когда больничный лист оплачивается не работодателем, а напрямую гражданам из фонда страхования. Это решение выгодно для работников, потому что они не будут зависеть от финансового положения предприятия. И в любом случае получат оплату больничного листа. Это решение выгодно и работодателям, потому что им не нужно будет отвлекать, пусть даже и временно, свои средства на оплату больничных. Также предлагается выплачивать социальные пособия гражданам с 1 января 2021 года напрямую через фонд социального страхования, а не работодателям в счет уплаты страховых взносов. По словам авторов, это гарантирует работникам получение пособий без задержек, независимо от финансового положения работодателя.